Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмелеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. И всем здорово, с вами Антромер, и завтра заканчивается бонусная неделя в GTA 5 онлайн. И так сказать, чтобы закрепить эту неделю, я вам сегодня в ролике покажу, как получить эксклюзивные шмотки на этой неделе. Стоит отметить самое важное, что Rockstar, в отличие от предыдущих шмоток, выдают эти сразу же. После выполнения действия вам сразу приходит уведомление о том, что шмотка добавлена в ваш гардероб. А вот как раз таки действия для их получения вообще простые. И все актуальные шмотки на этой неделе можно получить буквально в пару минут. Я думаю, что за сутки до конца бонусной недели это более чем вероятно сделать. Ну а если ты хочешь быть в курсе всех актуальных новостей в мире Житан Лин, то не забывай про лайк, подписку и колокольчик. Для тебя это пару действий, мне ты поможешь достигнуть цели в 40 тысяч подписчиков. Там вот осталось прям совсем чуть-чуть. Также не забывай писать свои смачнейшие комментарии. Ну а теперь, так сказать, погнали к моему видеоряду. И как я сказал ранее, все шмотки получить крайне легко. И за вход в игру на этой неделе вам дадут аж целых три. И первый у нас это парашютный рюкзак Спранк. Выглядит он зачетно, круто, и если вы его когда-то там раньше не успели получить, то сейчас вы можете это сделать. Вам тупо нужно зайти в игру. Второй парашютный рюкзак, который дадут, это Хайфлайер. Он уже по большей части приурочен к этой неделе, но выглядит он не так круто, как предыдущий. Но все же у меня триггеры на подобные шмотки, и я их просто коллекционирую. Для разнообразия парашютных рюкзаков, как по мне, пойдет. Учитывая, что до этого в игре были только одни флаги. Далее, опять же, за вход вам дадут пастельно-зеленый жакет. И это, как по мне, самая бесполезная и самая неактуальная шмотка на этой неделе, которую дают. Потому что, ну вот кто на серьезе вот эту блевотню будет носить на своем персонаже. Не знаю, может на женском она смотрится и нормально, но на моей горилле не очень. Если я как-то не прав, напишите в комментариях. Далее, для следующей шмотки вам понадобится чуть-чуть надорвать жопу. Но это лишь чуть-чуть и то в плане времени. Вам нужно выполнить байкерскую миссию по продаже товара, чтобы получить бомбер с пранк. Опять же, это все тот же прошлогодний шмот для тех, кто не успел его забрать. Но все равно, как по мне, бомбер выглядит зачетно. По крайней мере, явно лучше, чем прошлый жакет. Опять же, все эти шмотки после выполнения условий отправляются в ваш гардероб. И если вы вдруг в прошлом году не успели забрать этот бомбер, то сейчас вы можете спокойно это сделать. Насчет продажи не обязательно продавать товары именно с гидропонного цеха. Можно продать товар абсолютно из любого байкерского предприятия на любую сумму. Конечно же, проще всего заполнить одну единицу товара и после чего продать ее. Так как каждая единица товара является дополнительной фурой при продаже. То есть, одна единица, одна фура, соответственно, это все дело будет происходить быстрее. Да даже я для получения этой шмотки продал две фуры за 8 минут. В принципе, это все дело тоже все очень легко формится, поэтому успевайте. Условие реально язичное. Когда вы выполните условие, вам будет высвечиваться в левом нижнем углу над радаром вот такая вот плашка. Почему Rockstar с предыдущими шмотками так не сделали, я вообще не пойму. Но их мы, видимо, уже никогда не увидим. Далее у нас идет тоже шмотка из коллекции с пранкой, условие получения ее тоже язичное. Чтобы получить кепку с пранк, вам нужно стать либо громилой, либо партнером. Кепка тоже такая стильная, зачетная, можно пофлексить перед друзьями. И даже эта кепка выглядит лучше, чем тот жакет. Итак, чтобы получить эту кепку в гардероб, нужно, чтобы ваш друг пригласил вас либо в свой мотоклуб, либо в свою организацию. Все максимально просто. Осталось лишь найти друг Алька для этой махинации. Мы, кстати, столкнулись с такой проблемой, что в мотоклубе шмотку не дают. А вот через агентство Сесю Ресерф ее спокойненько дали. У Rockstar по традиции, как говорится, не без косяков. Но все же, шмотку мы получили. Надеюсь, и вы тоже. Еще хочу отметить мамбу в автосалоне Симона, которая немного багованная, имеет уникальную крышу. Я думаю, тут и так видно, что этой крыши тут, в принципе, не должно быть. Насчет уникальности раскраски я не ручаюсь, но вот крыша реально выглядит странно. Если вам что-то подобное багованное нужно, то почему бы и не забрать? Ну и так, по мелочи, не для простых смертных. Для подписчиков ЖТА+, доступны новые раскраски хамелеоны. А также расцветка брызги для бейсбольной биты и ножа. Все это дело вы можете абсолютно бесплатно забрать до 10 мая. Да, я все еще жду, когда Кокстер выкатит для простых смертных скины для биты и ножа. Надеюсь, что хотя бы один раз в жизни такое чудо произойдет. Ну а на этом все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то интересен и полезен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Но если тебе вдруг есть чем дополнить это видео, то всегда пиши об этом в комментариях. Все комментарии я читаю, на них же отвечаю. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть еще вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok